Новый дом для борцов с коррупцией. Сегодня в историческое здание на Цитаделл С-1 в Риге официально переехало бюро по борьбе с коррупцией. Говорят, о таком доме мечтали с самого основания службы. И теперь борьба с коррупцией пойдет с новой силой. Подробности у Евгении Копыловой. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ранее располагалось на улице Бриви Бас. Переехав на Цитаделл С-1, общая площадь здания увеличилась более чем на тысячу квадратных метров. Также стал больше зал для конференций и комнаты для допроса. Зато арендная плата сократилась. Правда, сократилась она за квадратный метр. Общая площадь здания увеличилась, выросла и стоимость аренды почти на 2500 евро и составит чуть более 31 тысячи евро в месяц. Начальник КНАБа Якобс Траумы говорит, что в борьбе с коррупцией очень важна рабочая обстановка. И ее ждали долго. Да, конечно, долго. Я думаю, что с самого первого дня, когда КНАБа основали, 15 лет назад, всегда было месяц, что КНАБ должен иметь свой дом, в своем помещении, который предназначается только для этого бюро. И они оборудованы, они комфортабельны. И всем работникам поднимают моральный дух. Здание на ЦИТАДЛС-1 построено в 1875 году. Оно принадлежит государству. И предприятие ВАЛСНЭ Кустамей по шуме реновировало его в 2015 году за 2 миллиона 360 тысяч евро. Бывший руководитель КНАБа Алексей Лоскутов руководил службой в течение пяти лет. Но нового здания так и не дождался. Теперь, говорит, рад за сотрудников. Это сигнал, что государство поддерживает борьбу с коррупцией на самом серьезном уровне. Одноразовые затраты на ремонт достаточно велики, но обслуживание одного квадратного метра площади бюро почти на четверть меньше, чем в предыдущем здании, в котором был очень большой дискомфорт, где не было вентиляции, и где частный собственник старательно поднимал цены, чем не каждый год. Генпрокурор Эрик Скалмейрс в противовес удобству здания приводит его месторосположение. Говорит, по утрам и вечерам тут пробки. И напоминает, КНАБ не единственное ведомство, которое нуждается в новом доме. Могу сказать, что в прокуратуре, потому что здание на Дзирнову 113 находится в аварийном состоянии. Там уже часть прокуратуры переселили на Элизабет С2 в бизнес-центр. К слову, именно генеральный прокурор надзирает за работой бюро. И по случаю переезда он подарил ведомству картину. На ней символично болото. Есть какой-то, как говорится, смысл в этом. Да, конечно. Нам надо бороться с болотом. Болотом коррупции. В Валст-Некуст-Амеи по шуме проект реновации этого здания назвали одним из самых сложных. Он реализован как часть программы. 100 адресов к столетию Латвии. Евгения Копылова, Янис Верденс, Латвийское телевидение.